Привет из Японии! Добро пожаловать на мой канал! С вами Наташа! Сегодня я хочу вам рассказать о кистях Куману. Недавно я выкладывала видеоролик, где показывала вам, как пользоваться кистью для очищения лица. Это была тоже кисть Куману. Теперь у меня многие стали спрашивать, что это за кисти, где их можно приобрести и вообще, почему такой ажиотаж с этими кистями. Вот я хочу показать, какой у меня еще есть наборчик. Это обычные кисти для макияжа. Куману тоже. Если не так, я открываю. Самые основные кисти. Можно, конечно, их покупать куча. Вот у меня в наборе три кисти. Первая, это кисть для лица. Она изготовлена из козы. Вторая, это кисточка для теней. И третья кисточка для губ. Кисточка для теней у нас из лошадиного, из конского волоса. А кисточка для теней из волоса ласки. Вот, если это вам важно, конечно. Вот, показываю по отдельности. Вот эта кисточка очень удобно наносить пудру. Может быть, кому-то проще, если не пользуетесь пудрой, можно наносить также румяна. Очень мягкая, посмотрите, какая вообще обалдеть. Я бы, наверное, просто сидела и так по личику размазывала. Очень хорошо наносит пудру, ровно. Посмотрите, какая у нее идеальная просто. Сейчас поднесу поближе, чтобы было видно. Просто идеальная форма. Если вы смотрели предыдущий ролик, где я рассказывала о кистях Кумана, в этом местечке, это местечко под Хиросимой, название города, в этом месте производится около 80% всех кистей японских. Поэтому, я думаю, что все самые известные бренды пользуются этими кистями. Уже Кумана делится на множество разных производителей. Но не суть важно, какую вы купите. В принципе, мастера везде очень хорошие, поэтому можно купить как самые известные, типа Чик Ухода. Вот у меня производители Юхода, тоже очень известные. Так, это первая кисточка. Вторую, что я вам хочу показать. Это кисточка для теней. Так, если посмотрите, вот я пытаюсь вам показать. Думаю, хорошо видно, да? Тоже она очень мягкая. И у нее очень конкретно сделана форма. Поэтому очень удобно наносить на глаза. Вот если я сейчас возьму тени, да, немножечко нанесли. Вот у меня прям, видите, да, темно-синие тени. Немножко размажив на пальцы и наносим на глаза. Очень удобно. Очень ровно наносится. И также очень потом легко смывается. Кисточка просто опять чистая, да, просто в идеальном состоянии. Но если вам важно, можно, конечно, если вы пользуетесь разными тенями, можно взять потом обычную салфетку и вот так стереть все тени. Она будет опять чистой. Последняя кисточка. Это кисточка для губ. Я всегда держу ее в таком футлярчике. Но, в принципе, можно этот футляр не использовать. Также ее вытираю всегда, чтобы она у меня была чистая. Беру любую помаду. Вот у меня помада. Наносим несколько мисков. И красим. Вот у меня уже, правда, есть помада. Просто крашу поверху, да. Чем удобно наносить этой кистью. Если вы красите просто помадой, там, в принципе, да, где-то у вас может вылезти со края кисточкой. Очень удобно. У нее очень четкий контур. Она в меру мягкая, в меру жесткая. Вот если... Сейчас ее протру еще раз. Вот посмотрите, она вот такая упругая. То есть, когда она в помаде, когда вы нанесли помаду на нее, да. Вот я сейчас на руку попробую намазать. Смотрите, она очень ровно, очень аккуратно красит. В принципе, если вы всегда хотите пользоваться этой кисточкой, можно оставить этот футляр и положить ее в любую косметичку. Очень удобно. Кисточки просто идеальные. Конечно, они не дешевые, сразу хочу сказать. Потому что они из натурального борса. И очень популярные, очень известные. Поэтому, естественно, задешевшего вы их не купите. Но если вы раз купили хороший набор вот такой, вам хватит его надолго. Я думаю, у меня есть знакомые, которые пользуются такими кистями уже годами. Они не портятся. С них там не вылазит волос и так далее. Очень удобные, очень хорошие. Я думаю, если вы спросите у японцев, вам любой японец подтвердит. Даже те, кто никогда ими не пользовались, что это очень хорошие кисти. Настолько они популярны в Японии. Но я думаю, уже не то, что в Японии, а во всем мире. Ну все, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!